Всем хай, с вами Юджин. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что где-то в какой-то точке планеты проводятся тайные, жестокие, нечеловеческие эксперименты? Я думаю, такая мысль имеет место быть, потому что человечество всегда пыталось научиться манипулировать природой. И сегодня мы с вами узнаем об одном из таких экспериментов нечеловеческих, а куриных. Ведь мы играем в игру Chicken Feet, где курица стала подопытной жертвой всяких сумасшедших ученых. Я же говорю, что нечеловеческий будет эксперимент, правильно? Приступаем. Мы окажемся с вами в какой-то подпольной лаборатории. Может быть, она и не подпольная. Может, это официальная какая-нибудь лаборатория. Что-то типа с KFC связано. В принципе, почему бы для KFC не сделать огромную-огромную курицу? Курьи лапки называется игра, да, вот. Я, по-моему, уже сказал это. В общем, что если KFC проводит какие-то подпольные... Я рад приветствовать вас в самой крутой лаборатории в мире. Я буду вашим гидом. Я не могу сказать вам свое имя реальное. И соображение конфиденциальности. Поэтому Кори, в общем, его зовут. В общем, у нас много работы. Я уверен, вас уже проинформировали. Гигантская курица? Множество смертей? Да. Да, плохая проблемка у нас. Но я верю в нас. У нас будет отличная команда. Я отслеживаю твою локацию. Поэтому я всегда знаю, где ты находишься. И я здесь, чтобы помочь тебе. Теперь наслаждайся гламуром, пока ты можешь. Ты будешь отправляться очень глубоко в учреждение. Я обещаю тебе... Вот то, что ты сейчас видишь, это самое прикольное, что ты увидишь. Дальше будет только хуже. Извините, у меня адская мышь. А я не могу ничего сделать. Ну ладно, такая сенса, значит так и будет. Так вот, я говорил, почему бы KFC-шкам... Да господи! Ладно, наше пункт назначения под нами. Так что найди способ туда добраться. Может быть через вентиляцию. Удачи! Почему бы KFC-шки и не сделать огромную курицу в подпольной лаборатории? Чисто одна курица на ресторан. Гигантская. Вы представляете, как много жратвы? С одной только курицы. Не придется выращивать очень много. Погодите, закрыто. Так, у нас есть стамина. Наша задача использовать вентиляцию. А где вентиляция? Я не видел вентиляцию никакой. Воу. О-о-о! Офигеть! Они прям сделали, видите, пиксели. О-о-о! Мне неприятно стало. Представляю, как вам на видео это смотрелось. Итак, добро пожаловать. Хорошо. Выставка. Здесь только сотрудники. О-о-о, нам сюда. На выставку, я так понимаю, нам не дадут пройти. Нет. Не дали. Хорошо. У нас нет ни фонарика, ничего. Инвентарь пуст. Идем, ищем вентиляцию. Вот она вентиляция. Как нам в нее попасть? Нужна отвертка. Слушайте, ну какого фига меня пустили сюда вообще без каких-либо инструментов? Кто так делает? С кем я говорю сейчас? А вот отвертка. Я похож на какого-то рандомного простого чувака. Опа! Смотрите, взрывающиеся бочки. Не стрелять по ним, мы знаем. Мы уже научены опытом. Хорошо. Да, он автоматически применяет, получается, сразу предметы, которые у меня есть. Можем не париться с этим менеджментом. Я хотел тебе сказать, тебе нужно быть очень осторожным там. Нельзя недооценивать эту штуку. Если ты увидишь курицу, просто беги. Попытайся где-нибудь спрятаться, где тебя она не достанет. Ооо. Такое ощущение, как будто адские провисания FPS. Ну, я не знаю, возможно... Дай, чтоб меня. Нет, вроде бы их не было. Это, возможно, из-за света. Световые иллюзии, понимаете? Эти бочки. Эта бочка пустая. Как будто бы там костер жгли, это как Brain Spot. Че нам? Только сюда и надо, а вот сюда? Я буду клацать по всем дверям, чтобы... Нет, 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 нет. Она здесь. Она здесь. Мне кажется, она меня сама боится. Ты это видел? Очень будь осторожен. Очень. Не позволяй себя поймать. Очевидно. Но... Я видел только тень. Может быть, это была очень маленькая курица. Слушай. Наверное, это будет раздражать, но... Там есть три рычага, которые тебе нужно дернуть. Они откроют дверь, которая тебе позволит пройти дальше. Я понимаю, как это может бесить, но это все во имя безопасности. Ладно, удачи. Скоро поболтаем еще. Будь осторожен там. О, нет. Это тоже, видите, пиксельные обои. Значит, надо найти три рычага, которые нужно дернуть. Я видел... Я видел здесь вентиляцию, в которую можно пробраться. Скорее всего, это вентиляция, чтобы спастись от курицы. Походу. Опа! Здрасте, ключ. Ненавижу. Ненавижу такой левел-дизайн, когда ты ходишь просто по коридорам. Которые как бы не имеют особого смысла. Зачем эти коридоры здесь вот такие нужны? Вот дверь. Кстати говоря, вот дверь, которую нужно будет нам разблокировать. Хорошо, пойдемте искать рычаги. Вот рычаг. Вот это очень странно, что такое ощущение, как будто отсюда будет сюда телепортироваться. И наоборот. Нет, 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 нет. Вы понимаете, что? Из-за того, что я вообще не знаю, как эта курица выглядит... О, вот она! Это реально курица большая. Что это такое? Что-то нажал. Мы только что перезвинули Себастьяна куда-то. Я знаю, что он не человек. Но вещи, которые я с ним делал, это ужасно. Это как будто бы расти в тюрьме, но хуже. Себастьян это курица. У него нет друзей, нет свободы. Я не знаю, почему Эрик это делает с ним. По крайней мере, у него есть образование. Ну, я думаю, это все ради испытаний. Ну и что, что он модифицирован генетически? Человек это человек, верно? Ой, блин. Все, 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 не это, не это. Не переживай. Себастьян. Себастьян, будь хорошей курочкой. Я тебя не собирался жарить и есть. Все, иди. Он не страшный, он милый. Мне его даже жалко. И почему он хочет меня заклевать, я не понимаю. Хотя курицы это делают. Я как-то даже видел, что они свои собственные яйца жрали. Мне говорили, что это у них недостаток кальция. Опа, открыли. Опа, закрыли. Все, курица нам теперь не страшна здесь. Я надеюсь. Она, конечно, не умеет дверь открывать. Она умеет вышибать дверь. Вот что она умеет делать. Себастьян, уходи. Смотри прямо на меня. Слушай, мне показалось ли, я могу под катами забегать вот прямо сюда, в вентиляции. Сейчас мы это проверим. Так. Себастьянушка ушел. Оп. Да, видали, как прикольно? Где же третий рычаг? Я не знаю. И мне кажется, эта курица очень быстро бегает. О, блин. Иди дальше. Иди дальше. Иди дальше, Себастьян. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. А, с ним будет сложно. Уф, аккуратней. Такой он смешно ведет себя, прям как курица. Ладно, давайте. Аккуратненько. Побежали. Побежали. Такой он петушила. Оп. А. Нифига себе. Он меня поймал? Хотя я забрался вроде бы. Странно. Что? Неужели все заново? Заново. О. Оу, неу. Хорошо, хорошо. И та дверь закрыта. И значит, снова нужно искать ключ? Болин. Я вообще не помню, где я его нашел. Не там, где были фотобои? О-о-о-о-о-о. Все-все-все-все-все-все-все-все. Хорошо. Ну, куда ты идешь? Ну, Себастьян, уходи отсюда, пожалуйста. Мне кажется, он хочет жареного Евгения в кляре. Если я бегу, он меня слышит? Могут просто идти? Что это? О-о-о. А, я же бежал сюда, в красную комнату. Она-то закрыта. Кстати, рычаг номер два. Хорошо. Теперь осталось всего лишь... Блин. Иди отсюда. Иди, иди. Кш-ш-ш. А почему он кукарекает? Это же не петух. Или это молодой петух? А молодые петухи разве кукарекают? А где... Тихо. Посмотрел на меня. А где же его красивый хвост? Или это такой не альфа-петух? У всех петухов красивые хвосты. О, хорошо. Только обратно не поворачивайся, пожалуйста. Ну, с чего мы сможем... Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Вниз. Есть. Все, 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 все. А теперь как раз... Ключ. Мы нашли. Сюда. Такая музыка. Скорее, скорее, скорее. Есть. И последний рубильник. Ты че ты? А, все. Он должен выбить дверь. Которую я, кстати, не закрывал. Ч-ч-ч-ч, все. Осторожнее, курочка моя. Такая у нее смешная грязненькая жопка. Не хочется здесь проигрывать сейчас. Так как мы так хорошо продвинулись. Нет. О, погодите, а мы здесь. Чекпоинт. Мы же активировали чекпоинт, когда дернули последний третий рычаг. Бежим, 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 бежим. Вентиляцию срочно. Оп. Ой. А это нормально, что вот так? Какая задача? Уйдите. А как нам уйти-то теперь? Смотрите, теперь красная вентиляция доступна. И синяя доступна. Я не понимаю, что происходит. Тут же был человек. Ты начинаешь раздражать меня, Себастьян. Плохая курица. Плохая. Это, скорее всего, цыпленок. Он был маленьким цыпленком. Но, понимаете, еще что хорошо. У него есть образование. То есть, нам есть о чем поговорить с ним. Тихо. 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 Ой, блин. Ох, ранним утром заорал петушок. Так, 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 так. Где эта дверь, чертова? Здесь, по-моему. Есть. Все. Сарай. Идет загрузка. Идет загрузка. Тут что, бесшовное все? Вау. Купер. Это кто? Отец его? О, ты сделал это. Молодец. Мы подбираемся ближе. Просто продолжай идти. Та не открылась. А эта открылась. Окей. Что это за лаборатория в виде сарая? Зачем такая стилизация? Типа, курица это важно, чтобы антураж соответствовал? Вообще-то, курицы изначально не живут в сараях. О, ладно. Пойдемте вниз. Просто идем навстречу приключениям. Ой, как темно. Тут не будет всяких куриц с ночным видом. Кто-то прошелся. Кто-то прошелся только что. Ладно. Нажал. Я без понятия, куда меня сейчас заведет судьба. Таунсквер. Кстати, так назывался район Дубая, в котором я жил. Сейчас я уже в другом месте живу. Просто совпадение интересное. Здесь очень много всяких, вот видите, мест, куда можно забежать. Непонятно, будет ли здесь курочка меня атаковать. Да, вот видите, можно прямо вот сюда. Оп, прыгнуть. И здесь мы в безопасности, вроде как. Нет, нихрена. Нам придется постоянно двигаться здесь. Мы не сможем отсидеться. Ведь такая образованная курица сможет легко найти способ меня достать. Согласно моей карте. Выход из этой зоны закрыт. И отсюда он не будет открыт. Тебе нужно подобраться туда, где синий свет. Тут должен быть лифт, который тебе поможет туда добраться. Найдите способ достичь красной лампы. Ну, я так понимаю, это вот. Тут найд... О, это же как бы ферма, целый ангар. Тут, возможно, еще будут какие-нибудь свиньи страшные. Что произошло? Ой, нет, 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 нет. Очень странная система лифтов здесь. Все. Активируйся. Хорошо. Вообще никакого смысла нет сюда забираться. Может быть, мы пока что не видим смысл. Посмотрите, здесь есть кнопка. В общем, ребята очень хотели сделать игру с небольшой отсылкой на портал. Просто мне кажется, что это все... Вот это вот сопровождающий голос, различные тестовые камеры, локации. Это какая-то пенумбра, портал и все такое прочее. Что это там было? Какое-то существо, кажется, исчезло. Тут кто-то был, я же видел. Я же видел, что здесь кто-то был. Окей. Хорошо. Я так понимаю, нужно нажать кнопку и бежать скорее. Найдите трубу. Найти трубу нужно. Хорошо, найдем. Как только я справлюсь с этой курицей. Что там? Окей, все нормально. Курица меня потеряла. Или нет. Или нифига. Бежим, 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 бежим. Сюда. Я аж сам закудахтал. Мы нашли место, где можно отсидеться. Это радует. Теперь нам нужно найти эти, получается, трубы. Куда он пошел? Вот сюда. Оп. А, здесь ничего нету. Нет, 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 нет. Уходи. Не надо осторожить меня здесь. Уф. Это зрительный контакт. Меня очень напрягает. В глазах Себастьяна не считается какого-то разума. Только агрессия, злость. На все человечество. Где же трубу найти? Я не видел ее нигде здесь. Может быть, в другом сарае? Черт, тебя дери, Себастьян. Ты успокоишься или как? Ааа. Он крылышками машет. Неприятно. Так, 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 так. Закрывай. Оп. Ааа. Ай, Себастьян, ты такой смешной. Все, успокойся. Успокойся. Или музыка успокойся. Кто-нибудь успокойтесь, пожалуйста. Он за мной не бежит. Просто вот то, как курица двигает головой. Это уже эпично. Настолько и опасно. Да что тебе надо от меня? Кури на этой башка. Оп. Труба. Так. Как он меня цепляет? Я не понимаю. Я же был за ограждением. Но теперь мы знаем, где искать трубу. Скорей. Сюда быстрей. У меня стамины по нулям. Хорошо, хорошо. Экономим здесь ее. Все. Он потерял нас. О, сейчас будет сложно. Сейчас будет сложно вот туда пробраться и поставить трубу. Нам нужно будет через него пройти. О, как будто он знает, что я здесь. Что-то он нервничает. Отлично. О, есть. О, very good. Да, 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 да. Вот так вот сейчас пройдем. Аккуратственно. Есть. Хорошо, нажимай кнопочку. Теперь лифт работает? Теперь нужно как-то от него избавиться. Еще надо будет дождаться, когда нажмешь кнопку, пока лифт сработает. Видите, он там очень много времени, я слышал. Вот, слышите? Вот где-то секунд 15 точно отсчет ведет, прежде чем начнет подниматься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин. О! Нет, лифт, стой! Черт меня тери, лифт! Ты подставил меня. Короче, секунд 10! О, какой он был близко. Увидел меня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как это забавно! Пожалуйста, лифт! Нет! Есть. Окей? Окей! Есть! Ладно. Курица, это бухашка, птичка, цветочек, что угодно. Всегда страшно, когда за тобой гонятся. Сейчас мы сделаем это. Нажимайся. Пожалуйста! Пожалуйста! Лифт! Пожалуйста! Есть! Ха-ха-ха-ха! Есть! Отлично! Все, бежим. Бежим. Себастьян мне больше не угроза пока что. Точно он сюда никак? Или он выломает сейчас эту стену? Да! Черт! 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 Лиз! О-о-о-о! Вот мы и добрались до подземных самых глубоких левелов. Себастьян за мной нырнет по-любому. Кто это? А, это тот золотой петух, да? А ты не тот, кем я тебя считал. Ну, это не значит, что ты другой. Какие у тебя намерения? Ты потерян? Ты ищешь выход? Или ты здесь, чтобы причинить мне боль? Ты бы не хотел причинять мне боль, верно? Это многоходовочка курицы была. Я хотел, чтобы ты держался подальше. И я думаю, ты не понимаешь, что здесь происходит на самом деле. Я смог... Я смог сбежать. Ни один человек не смог меня остановить. Другим не так повезло. Они не были такими сильными. Но я спас их. И я убил всех, кто стоял у меня на пути. И я не остановлюсь на тебе. Но пока что, я дам тебе шанс. Просто открой эту дверь. И я дам тебе твою свободу. Что, 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 что? Что делаешь? Не убивай себя пока что. Я имею ввиду... Погоди. Погоди минутку. Как ты сюда попал? Это невозможно было попасть сюда из того места, где ты был. Это очень странно. Тебя здесь не должно быть. Но мы можем с этим работать. Просто держись. О, если найдешь какой-нибудь... Кассетный рекордер, не проигрывай его. Там много конфиденциальной информации. Конфиденциальной информации. Со мной играет в игры разума курица. Понимаете? Меня чуть только что не раздербанило. А что это за место такое? Погодите, если я сейчас подойду сюда... Что-то будет? Я не успел толком осознать, что произошло. Но мы еще не закончили. Я думал, что мы уже все, прошли игру. Но нет. Нет, нет, нет. Ты кто? Я видел тебя. Я видел тебя. Стой. Нам нужно поговорить. Дело не в курице. Дан, он сказал, не проигрывай, но мы же, конечно... Что это? О, какое-то копытное. Это Эрик, журнал, аудиожурнал Эрика. День 561. Сегодня 20-я годовщина Себастьяновского дня рождения. Продукт проекта перерождения. Самый первый генетический человек в мире. Он может читать, писать и даже говорить. Невероятно. Самое клевое в наших открытиях. Но мы еще не заявили публично об этом. Нам уже подождать. Чем больше тестов мы делаем, тем лучше шансы у нас есть, чтобы его улучшить. Просто нужно немножко больше испытаний. Он не идеален. Нет. И мы попробуем сделать проект перерождения в следующие 5 лет. Неважно, что говорят эти директора и что там говорят доктора. Нам пофигу, что говорит мама. Мы сделаем все правильно. Матери... Матери... Матери говорят. Матери... Знаете, бывает иногда очень трудно читать английский текст и тут же укладывать его в красивые предложения на русском языке. Именно в этом основной ступор у меня. Ну, с непривычки. То есть, когда я просто читаю, я сразу понимаю, о чем речь. А когда нужно вам еще донести... О, это сложная задача. Но я стараюсь, друзья. Стараюсь. Мне нужно больше практики. Больше испытаний. Ведь я тоже генетически модифицированное существо. Я могу читать, писать и играть в игры. Больше я ничего не умею. А? Что это? Тут что-то все с такой тематикой хэллоуиновской. Какая задача у нас? У нас нет задачи. Просто ищи кнопки и жми. Время! Бегом, 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 бегом. Открывайся. Ну? Есть! Успел. В общем, механика этой игры это... Лифты. И все. Опа. Это лифты, которые... Работают на таймере. Вон он. И он был в прошлый раз. В той красной, вентиляционной... Я не хотел тебя пугать. Мы с тобой не так-то отличаемся. Меня зовут Себастьян. Аааа! Так меня всегда называли. Ты. Я следил за тобой. Я слушал. Я знаю. Ты здесь не работаешь. Ты не понимаешь, что здесь реально происходит. Я слышал твое радио. Этот голос. Я знаю его. Он не тот, кем ты его считаешь. Его зовут Эрик. Он создал это место. Он тот, из-за кого все... Вся эта боль случилась. Эрик это зло. Он монстр. И он хочет причинить еще больше боли. Ты и я. Мы можем его остановить. Иначе он убьет нас. Обоих. Эрик использует тебя. И убьет тебя потом. Ты слишком много видел. И курица. Он хочет курицу. Вот почему он тебя послал. Верно? Курочку зовут Купер. Я сомневаюсь, что он тебе сказал это. Когда Купер выбрался, он спас меня. А теперь Эрик хочет снова его поймать. Он хочет причинить больше боли. У меня есть план. Я спасу нас. Тебе просто нужно проникнуть вниз. Просто следуй его инструкциям. Я спасу тебя. А почему я должен тебе доверять? Хорошо. Он говорит мне, иди. Так. Я Себастьяном называл курицу. Но гораздо прикольнее, кажется, имя для курицы Себастьян, чем Купер. Купер как-то, не знаю. Короче, Себастьян, это он, оказывается. Эрик, это тот, кто с нами говорит по радио. А курица, это Купер. Все, всех действующих лиц главных мы запомнили. Короче, я все понял. У этого места есть газовые трубы. Если мы закачиваем снотворный газ в трубы, мы можем заставить курочку уснуть. И, конечно же, если ты тоже уснешь, но я тебя разбужу. Все просто. Сейчас это наша единственная возможность. Так что тебе нужно пустить газ по трубам, а потом нужно выпустить его. Очень просто. Если это последний раз, когда мы говорим, перед тем, как я тебя разбужу, конечно. Поэтому я просто скажу. Было клево. Хорошо, но... Все ли так очевидно? Стоит ли нам доверять тому чуваку или вот этому? Кто его знает, кому стоит доверять? После слов Себастьяна Эрик звучит очень зловеще. О, нет. Нет, нет, нет. Там Купер. Смотрите. Нету газа пока что. Сначала нам нужно газ пустить. Газ где-то там, где Купер. О, нет. Купер бежит. Он злится на меня за то, что ты называл его Себастьяном. Ему не нравится это имя. Я не Себастьян. Проходи туда. Вот туда. О, о, ты чё? Ты чё клюёшься, а? Смотрите. Он прям видит меня. Он бесится. Но он не знает, что здесь стекло. Глубая курица. Иди давай дальше. Да куда ты пошёл? Иди сюда. Иди сюда. Вот. О, блюдская курица. Что ты там забыла в том месте? Пойдём тогда просто за ним по пятам. Куда нам сейчас? Он пошёл налево. Значит, мы идём в другое лево. Понять бы, где эти трубы наполнить газом. Куча маленьких петушат. Петушки. Вы как тут? Так много Куперов и Себастьянов. Вот есть место, чтобы спрятаться. Это хорошо. Смотрите. Дверь, которую можно открыть. А что за дверь? Дверь к Куперу! Иди отсюда. Не смотри. Сюда слишком толстый, чтобы ко мне пробраться, да? Чтобы достать меня. Прекрасно. Купер ушёл. И мы уходим. Здесь есть... Кто? Что это было? Провод! Блин, как хитро. Хитро-хитро. Это кто это? Кто это сделал? Купер или Себастьян? Или кто сделал эту ловушку для меня? Нет! Корова! Как мы здесь оказались? Смотрите! Отлично, отлично, отлично! Газ! Мы можем пустить его! Нет! Нет! Нам не сюда. Нам вот сюда! Есть! Пошёл газ по трубам. Только теперь мы в небольшой ловушке находимся. Ибо... Опа! Себастьян идёт. Он вот там сейчас. И спустится вниз. Вот сейчас куда он пошёл? Направо? Налево? А можно запрыгнуть сюда? Зачем вообще механика прыжка, если она никак не используется? Стой! Иди дальше! Ты свинья такая! Ой! Смотрите! А это что за место? Просто ещё одна нычка. Ну, конечно же, ты пошёл туда. Ну, конечно же! Вот что мне делать-то с ним теперь? Как мне его миновать? Давай, топи, 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 топи. О! Это мой шанс! Оп! Всё, всё, он пошёл обратно. Отлично! Вот для чего механика прыжка, чтобы перепрыгнуть этот проводочек. Ты идёшь? Надо бы его, кстати, приманить, было бы здорово. Опа! Опа! Хорошо. Оп! Хорошо перепрыгнули. Спокойно уходим. Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Есть! Все! Выпусти... Как он так? Как он так быстро там оказался? Выпускаем газ! Спи! Да-да-да, спасибо, спасибо! Ты не представляешь, как это много для меня значит. Это для лаборатории. И для... Мы сейчас тоже, да? Опа! Я, на самом деле, вовлечен в сюжет. Спасибо. Я, кстати, так и не узнал твоего имени. Не то, чтобы мне нужно. Или хочу даже. Ты хорошо справился, как интерн. Жаль, что так все закончилось. Ты пожертвовал собой во имя науки. Что? Себастьян! Эрик. Как ты? Все кончено, Эрик. Все кончено. Прямо индийский сериал. Интрига, пипец. Пожалуйста. Нет. Пож... Ооо, с пистолетом. Дышь, дышь. Разбуди меня, Себастьян! Себастьянушка, разбуди. Ты не заслуживаешь прощения. А для тебя... Извини, пожалуйста. Этот мир тебя не заслуживает. А ты заслуживаешь... Так многого. Он убил меня? Себастьян тоже меня предал? Ты в безопасности. А, нет. Где его? Я убил Эрика. Да, мы слышали. Его больше нет. Он больше никому не навредит. Купер тоже мертв. Так лучше. Он... был наполнен... болью. И злостью. Он бы никогда не стал нормальной. Курица? Он выглядел как нормальная курица. Он заслуживает покоя. Впервые я свободен. Ты и я... В нас есть что-то особенное. Мы человеки. Я человек. Так он был курицей раньше или что? Я. У него револьвер откуда-то взялся. Еще у тебя высшее образование есть, так что ты работу найдешь хорошую. Я. Человек. Кукарек, не напоследок. Он убил себя. Зачем? Он умер человеком. Кури на лапке. Кури на ножке. Дилан Бессетт сделал эту игру. Получается... Я правильно понял, что Себастьян был курицей раньше? А потом стал человеком. Благодаря супер серьезным экспериментам, в ходе которых получилась одна огромная курица. И... И Себастьян. Вот так вот. То есть... Купер. Курица Купер. Не стала человеком, но стала большой. Курица злопамятная, которая помнила всю ту боль, что причинили ей люди. На самом деле она реально вела себя как обычная курица, которая просто увидела что-то маленькое для себя и решил ее скушать или там отпугнуть от своего курятника. Разума я не проследил в этой курица. В Себастьяне, да, немножко. Интересно вот то, что он решил с собой в итоге покончить. Я не знаю, что его вот в это заставило сделать, Купер. Память о Купере. Прощай, Купер. Светлая память. Может быть... Он все это время считал себя неполноценным, несвободным. Но когда он вдруг осознал свободу и осознал, что он человек, принял в себе это. Он понял, что он такое же, значит. Такое же, как и мы все люди. Готовы совершать эти бесчеловечные эксперименты. Совершать вот эти жесткие поступки, стрёмные. Ради мечты какой-то, я не знаю, ради чего-то. Потому что мы можем причинять эту огромную боль. И он понял, что ведь он тоже человек. И свет сзади него окрасился в красный. И тогда он понял, что нет, я не буду таким же. И кончил с собой. Вот так вот. Такая вот история. Это было интересно. Завораживающе. Революционно. Ну, если говорить об эксперименте над курицей. В плане игры, конечно же... Ну... Куриный хоррор. Вот что это было. И он неплох был. Было весело. Было весело. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Если так, поставьте лайк. Кукарекните в комментариях. Напишите кукареку, если досмотрели видос до конца. И давайте напоследок, наверное, дадим друг другу мощную лапку куриную. Вы готовы? Раз, два, три и... А-а-а-а-а-а-а! Продолжение следует...